Привет, дорогие мои друзья! С вами, как всегда, я, Олеся Медведева. Прямо сейчас будем подводить итоги уходящего дня и говорить о том, что произошло сегодня, в четверг, 27 июня, и начнем с ситуации на фронте. На границе Украины и Российской Федерации Белгородской области начались бои на еще одном участке у села Сотницкий Казачок, расположенного на украинской территории. Об этом сообщает бригадный генерал Сергей Мельник, позывной Марсель, а также украинский военный паблик Дипстейт. У Сотницкого Казачка ситуация ухудшилась после ротации подразделений. Враг действует диверсионными группами, а не линейными подразделениями, пишет телеграм-канал. Масштаб боестолкновений там пока неизвестен, однако стоит отметить, что это намного западнее, чем идут основные боевые действия в Харьковской области. Но помнится, ранее деревня Сотницкий Казачок упоминалась российскими источниками в период рейдов на российскую территорию силами Русского добровольческого корпуса в марте этого года. Утверждалось, что с территории села идут попытки перейти границу. Другой участок фронта у Часавьяра, как заявил спикер группировки Хортица Назар Волошин, в ИСУ полностью вытеснили россиян из микрорайона Канал. Это самый восточный район города, находящийся за каналом Северский Донец-Донбасс. Но в то же время на карте Дипстейт отмечено, что половина района захвачена, а вторая половина находится в серой зоне. Российские же военные паблики заявляют, что наоборот армия Российской Федерации медленно продвигается в районе. То есть на данный момент четкого объективного контроля того, где проходит линия фронта в Часавьяре нет. Что примечательно, продолжаются заявления о конфликтах внутри ВСУ. Бывший нардеп, а ныне военный Игорь Луценко рассказал, что в армии идет разлад между двумя поколениями командиров. По его словам, этот конфликт между пришедшей через Россию армейской культурой и командирами нового поколения, выдвинувшимися в 2014 и 2022 годах. Луценко пишет, что одна, которая пришла к нам через Россию, это принуждение и репрессии. Это тирания одного лидера и бесправие всех остальных. Другая, это наша и частично западная, когда страна является территорией договора свободных людей. Когда война – дело личного выбора, но с полными и мощными политическими последствиями для этого выбора. В окопах рабы без прав или добровольцы с достоинством. При этом он пишет, что негодяи, которые в 2014-2022 году проявили себя с худшей стороны, он имеет в виду тут старые кадры, не то, что они были наказаны за бездействие или хотя бы отстранены, а взяли реванш и до сих пор сдают тонн и на большой процент определяют правила и порядки внутри вооруженных сил. Под лозунг «Верю в ВСУ» эти кадры продолжили это ВСУ и уничтожать. Пример моего побратима Николая Кахановского. Свежий и болит. Это люди, которым безразлично воевать против Путина или за Путина, за НАТО или против НАТО. У них нет никаких убеждений, только колоссальная сноровка в показухе и лжи для начальства и подавлении подчиненных. При этом, понятное дело, Луценко поддерживает новое поколение. Вот что он говорит. Сейчас новое поколение командиров, поколение 14-22, восстает против старого и безразличного. Молодые, не всегда возрастом, а всегда душой, люди стремятся воевать и побеждать старые. Часто только по мировоззрению они годами хотят любой ценой оставаться на должностях и командовать подчиненными. Ну и как бы я напомню вот эти все конфликты с критикой Залужного, которого отправили в отставку по сути, генерала Содоля, которого опять-таки отправили в отставку после того, как командир Азова подал на него заявление и была медийная кампания против него. И судя по посту Луценко, но не только, это не единственная конфликтная линия между новым поколением, как это называет Луценко. Ну давайте объективно, это больше националисты, к которым Луценко себя тоже, кстати, относит. И украинский генералитет. Не исключено, что основанные на выходцах из националистических разных там организаций подразделения ВСУ попытаются как минимум увеличить свое влияние в армии, а как максимум добиться смещения командования украинской армии и самим занять их место. По крайней мере, определенные признаки того, что сейчас начинается какая-то медийная кампания по этому поводу, уже просматриваются. Так или иначе, но появляется большее свидетельство о том, что есть конфликт и напряженность внутри украинской армии. По словам арестовича подразделения ВСУ, все чаще отказываются выполнять приказы командования. Он заявляет, если гнать в топку новых и новых людей, я вам могу привести пример. У нас прорыв под Торецком. Думаете, от хорошей жизни в ближайшее время будет еще несколько? На одном из ключевых участков позавчера шесть соседних батальонов отказались выполнять боевую задачу. Вы думаете, это единственный случай? Вы думаете, такого не будет повторяться? Вы думаете, это не будет идти по нарастающей? Это не так. Несмотря на всю западную помощь, потому что в корне лежит неправильное отношение к людям, и люди платят нелояльностью. Теперь о военных перспективах. Сегодня Зеленский в Брюсселе подписал соглашение о безопасности с Евросоюзом. Давайте посмотрим, что туда входит. Согласно документу, стороны обязаны начать срочные консультации в течение суток в случае новой агрессии. Где-то это уже было, точнее, везде. В любых похожих таких соглашениях с любой страной, с которой подписывала Украина дальше, заложена поддержка в 50 миллиардов евро на ближайшие 4 года. В рамках программы Ukraine Facility, фокус на долгосрочном оборонном сотрудничестве, обозначены планы принять Украину в ЕС. И если вы заметили, ничего о том, что Украина держит курс в НАТО. И помните, ранее мы с вами обсуждали тему, что Макрон там сказал, что в Украину будут отправлены французские войска, возможно. Потом забирал свои слова обратно, потом говорил, что это могут быть инструкторы. Так вот, эта перспектива вообще, в принципе, все дальше и дальше. Даже такая возможность. Глава правой оппозиции Марин Ле Пен заявила, что Макрон не сможет отправить войска в Украину, если представитель ее партии Жордан Барделла станет премьером в результате досрочных выборов. Глава вооруженных сил для президента это будет почетный титул, потому что именно премьер-министр будет держать в руках кошелек. Что касается Украины, то президент не сможет отправить туда войска. В Конституции все достаточно четко прописано. Что касается премьера, то президент понимает, что у него немного выбора. Поскольку Жордан Барделла получит свою легитимность непосредственно от французов. Более того, поскольку Макрон не баллотируется на повторный срок, он будет не в очень удобном положении. Ну и по прогнозам западных СМИ, Марин Ле Пен вообще может получить абсолютное большинство во французском парламенте. То есть по итогам досрочных парламентских выборов позиция Франции по Украине, по войне, по помощи, по дальнобойным ракетам, например, может измениться. Еще одно важное для Украины событие, которое скоро произойдет, это саммит НАТО в Вашингтоне. Сегодня газета New York Times со ссылкой на источники написала, какое решение по Украине на этом саммите могут принять. Приглашения в НАТО для Киева не последует, что весьма ожидаемо. Но в Альянсе объявят о новой структуре для координации помощи в долгосрочной перспективе. Это будет подано как гарантия долгосрочной поддержки и мост к возможному вступлению. Но на деле это будет структура, которая должна продолжать координировать поставки помощи Украине в случае прихода к власти Трампа. То есть формально эта функция уйдет от США и переместится к НАТО. Новая структура будет создана на военном объекте США в немецком Висбадене и будет называться НСАТУ. Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины. Ее будет возглавлять трехзвездочный генерал, вероятно, американский, подчиняющийся командующему сил США в Европе, Кристофе Рукаволе. То есть с одной стороны как бы поменяют вывеску, назовут как-то там по-другому. Рамштайн, кстати, будет параллельно абсолютно работать. Тем временем Зеленский сделал еще одно заявление, в котором он говорит, что в ближайшее время хочет выходить на переговоры. Украина не хочет затягивать войну, мы не хотим, чтобы она продолжалась годами. Мы должны положить план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев. Он также сказал, что в ближайшее время планируется наработать план для второго саммита мира. А ранее он говорил, что наработки могут появиться уже в июле. Ну а мы с вами неоднократно уже говорили, что необходимо для того, чтобы это сработало, для того, чтобы случились переговоры. Украине надо пойти на определенные компромиссы и России тоже. А пока ни с одной, ни с другой стороны об этом ничего не слышно. Но из России, вот например, сегодня была целая серия довольно резких заявлений. Как обычно, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил Западу войной, обозначив два повода. Первый это использование замороженных активов. На международном форуме в Питере он сказал так, хищение госактивов может считаться актом агрессии даже казус бели, то есть поводом для войны. Он призвал разблокировать и вернуть активы Российской Федерации, заявил, что не существует разницы между активами и доходами от них. А далее он упомянул объявление в розыск международным уголовным судом Путина, Шойгу и Герасимова. Он заявил, что попытки привлечения к ответственности должностных лиц других стран также могут рассматриваться как повод для объявления войны. Ну и наша постоянная рубрика «Мобилизация». Не сложно догадаться, что в Украине она довольно часто бывает выборочной. По этому поводу вспыхнул скандал. Фронтмен украинской группы Our Atlantic Виктор Байда рассказал в сети, что он встретил известного телеведущего Владимира Остапчука во время прохождения военно-врачебной комиссии, которому якобы дали отсрочку на месяц из-за звонка другу Верховную Раду. Солист группы утверждает, что телеведущий Остапчук был единственным, кто был в сопровождении полицейских. Более того, шоумен якобы проходил ВВК без очереди и еще хвастался этим. Пишет так. Благодаря этому ему удалось избежать мобилизации. 23.00. Мы уже все сидели в автобусе в ожидании, когда нас отвезут в распределительный пункт на ДВРЗ. Все, кроме Владимира Остапчука. Уже в казарме я узнала от парня, который был в нашей группе мобилизованных, что перед отъездом на ДВРЗ он позвонил другу ВР и ему дали отсрочку на месяц. По словам парня, фамилию и имя назвать не буду, он узнал это от самого Остапчука, когда тот общался с представителями полиции ТЦК. Сам Остапчук тоже отреагировал на обвинение, заявив, что он не обновлял данные, остановился на учет в ТЦК. Это, по его словам, объясняет, почему его не отправили с другими мужчинами. Однако, Остапчук так и не прокомментировал информацию о разговоре с приятелем из Верховной Рады и сопровождающего полицейского. Так что, в принципе, все логично. Нет друга Верховной Раде, идешь служить. Вот такая избирательность. Конечно же, несправедливая. Что думаете на этот счет, обязательно пишите в комментариях. На этом у меня пока все. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. До скорых встреч. Подписывайтесь на страну Юэй, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Политика страны» и резервный телеграм-канал. Пока-пока.